Станислав Федорчук, спасибо Стасу, что согласился поговорить. Это настоящий дипломированный политолог, человек, который разбирается в геополитике. Лидер нашей Украинской Народной Рады Донецкой и Луганщины, патриотического объединения, которому я тоже принадлежу. И просто я считаю умный человек, один из немногих реально умных людей. Делаю комплимент, но на самом деле это не комплимент, я так реально считаю. И человек, на мой взгляд, с инсайдами. Вот скажи, пожалуйста, обращение Украинской Народной Рады, которое поддержали многие лидеры мнений, в нем говорится на днях, что, дескать, нашего президента Зеленского будут склонять, ну я так это поняла, обращение западные лидеры к тому, чтобы пойти на некие кластерные договоренности или как. Ну короче, Минск-3, я для себя назвала это Минск-3, ну уже не Минск, там не в Минске, но по сути то же самое. Предательские капитуляционные какие-то уступки ради мира, чтобы вот избавиться от этого накопления войск и возможной агрессии открытой. Откуда ты это взял? Почему ты считаешь, что есть такая угроза? И вот на сегодня она существует или нет? Вообще о чем идет речь? Что за кластерные какие-то там дела? Правда в том, что в межах розмов между радниками держав в нормальном формате в березне месяце з'явилася информация, которую взяла российская сторона в газету Комерсант, где они сделали российский переклад про позиции Франции и Немчины с коментарями Российской Федерации и окремо документ, который представляет позицию украинской стороны. И уже тогда было понимано, что российская сторона, оприлюднюючи эту информацию, это не только для информационной кампании, для тиска на Украину или на партнеров. Она, по сути, в таком способе продемонстрировала, что для нее больше не важны принципы дипломатии, потому что когда документы, которые еще никому не обговорились, под которыми не стоят жодных подписчиков, по сути, проекти документов, которые попадают до широкого загалу, по сути, таким чином торпедуется сам дипломатичный процесс. Тобто, именно с этого момента начается российская брутальная игра из-за перезавантажения чергового перемоги в нормандском формате с метою в черговый раз натягнуть ковдру на себя. Андрій Єрмак, руководитель Офису президента, сделал сначала интервью Интерфакс Украина, позже написал материал до Левого берега, в котором фактически признав, что действительно эти кластеры мали место цей кластерный подход, и, власне, что украинская сторона будет наполягать на своих позициях, тобто на той черговости, которая была значена самым в украинском документе, и что не варто хвилюватися стосовно цього. Тобто, фактично, за этот короткий час мы увидели, что Российская Федерация не просто решила пойти шляхом повышения ставок, шляхом увеличения количества войск на кордону, шляхом черговых внутренних заходов на окупованих территориях, мобилизационных заходов и так далее, но и сделала все возможное, чтобы украинское политическое керівництво было вимушено шукать ответы на вопрос, что с этим делать, причем хаотично шукать. И в этом отношении произошла, наконец, долго очекована встреча, не встреча, телефонная разговора Джорджа Байдена с Зеленским, и не только Байдена с Зеленским, но и разума между військовым керівництвом США и Украинским, которая продемонстрировала, что Америка прекрасно понимает, какие загрозы становить Российская Федерация для Украины. И главный их посил для украинского политического керівництва поляга в том, чтобы они не делали дополнительного гармета. То есть, чтобы они сейчас не шли на поступки РФ, потому что Российская Федерация рассчитывает на то, что им будет достаточно погреметь оружием в Крыму, спалить пару собственных наметовых таборей в Воронежской области, поганять поезд по Воронежской области с техникой, чтобы украинское политическое и военно-керівництво развлекалося и начало выполнять требования Российской области, которые пока не пролазили ни на уровне тристороннего контактного группы, ни на уровне нормандского формата. Однако, эти поради, как я понимаю, американской дипломатии, американского политического керівництва, не были почуты самым Зеленским. Как я понимаю, для него очень важно психологично доси прийняти факт того, что война Росии против Украины продолжает, что она каждый день собирает человеческое жизнь, жизнь наших военнослужащих, жизнь мирных жителей, и что остановить ее исключительно дипломатическим процессом с Россией невозможно. С того времени, когда он еще ишел на передвыборную кампанию, часть его критики, попереднюю владу, предполагал как раз в том, что, мовляв, есть Минский процесс, который позволяет установить настоящий мир. Однако, пришедши к владею, ставши президентом, он понимал, что Минский процесс, на жаль, поддерживается не только Российской Федерации, он поддерживается перед политическими речниками Франции и Немецки, которые понимают, что это единственная площадка, где Россия говорит о будущем окупованных территориях, и где она хотя бы в какой-то способе берет участие в перемываниях. И, на жаль, мы должны сказать, что это тристоронняя контактная группа, последними месяцами перетворяется полностью на пятистороннюю группу, то есть там появляются уже полностью делегации окупационных администраций Луганск, окупационных администраций Донецка, которые ОБСЄ вмикают в окремых векнах и таким образом демонстрируют... Підштовхирует нас до того, что у вас внутренний конфликт... Не просто підштовхирует, тут момент наступный, когда украинская сторона делает свердение, например, до российской делегации... Адже мы же постоянно выступаем, и гармаш говорит об этом... Мы не просто выступаем против, мы последовательно говорили, что в разе, если появляется хотя бы какой-то аналог, так называемый консультативной ради, значит, все эти игры нужно сразу прекратить, потому что это процесс легализации, это процесс, по суті, уникнения ответственности Российской Федерации за окупацию наших территорий на Сходе Украины. И, соответственно, когда мы уже сколько раз говорили, что мы будем прекратить эти разговоры, мы будем выходить, все равно они влазят в кадр, все равно в них есть окремые концы. И я скажу, что все спроби закликать ОБСЄ выполнять свои обязательства, потому что это тристоронняя контактная группа, в ней не может прийти будь-який желающий. Они не имеют результатов. И, насколько я понимаю, ОБСЄ, ну, на жаль, не есть той организацией, на которую Украина могла бы поклазаться, как на полноценного посередника. Потому что, как я понимаю, ОБСЄ... На боке России, или нет? Ни, даже все набагато гирше. Если бы на боке только Россия, то нам было бы простейше. Насправді, ОБСЄ цікавлять консенсусные вопросы. То есть, там, где есть сгода между Украинской стороной, например, и Российской, там ОБСЄ всех поддерживает. Там, где в Украинской стороне есть четкие требования, есть четкое видение, есть посылания на статус того же самого Минского процесса, на решение нормандского саммита в Париже, то там ОБСЄ поднимает руку и говорит, а для чего нам поддерживать законные требования украинской сторони? Вы между собой договоритесь, мы всего-навсего посередники. И я скажу, что уже не раз, я вижу, что россияне просто забирали в нас час, просто тягнули кота за хвоста, для того, чтобы делать какие-то незрозумимые политические заявки, для того, чтобы умножить политические фейки. И я не здивованный, что после випадка оприлюднения этих кластеров от помощников и руководителей власть нормандского формата, я не буду здивованный, если начнут сливать российская сторона протоколи работы под групп, для того, чтобы показать, что, мовляв, что здесь могут быть интересные аспекты. Суто для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, для того, чтобы продемонстрировать целому свете, что, насправді, дипломатия – это продолжение військовой политики Российской Федерации. И если Россия, как страна, агрессором, то она, соответственно, поводится, как агрессор и в дипломатии. И сподеваться на то, что мы в какой-то способе можем примусить добром, разговариванием, посередницей Макрона, или Меркель примусить российскую сторону до выполнения международного права, я думаю, про это важно забыть. Россия, я понимаю, мову силы, и, на жаль, наразе единую силой, которая может себе противостоять российской агрессии, есть Соединенные Штаты Украины. Ну, и, естественно... Соединенные Штаты Украины. Ну, Соединенные Штаты, да, Америки. Я сподіваюся, что, что, звичайно, я бы, какими не были перемоги между Зеленским и Байденом, я сподіваюся, что поддержка с боку США будет незминной, я майже в этом уверен. Однако, тут нужно быть честными перед собой. Наши домашние завдания никто за нас не выполняет. И мне, на самом деле, очень больно и неприятно чути от нынешнего политического керевництва Украины позицию про то, что, мовляв, приймите нас НАТО, дайте нам завтра патріоти, пришлите банку варенья, мешочек печива, еще чего-то там, терминово, потому что мы так захотели. На самом деле, я рекомендую старожилам политичным нагадать Володимиру Зеленскому и керевнику Украинского парламента, как працювала своего часу команда Віктора Януковича напередодні Вільнюсского самміту, когда имела подписываться угода про асоциацию. Тоді на величезних простынях паперовых розписывался кожен закон, кожна норма. І парламент голосував за розкладом. Всі розуміли, що ці закони мають бути проголосовані. Був розклад голосування. І коли зараз Володимир Зеленскій що каже словами Раскольникова «Полюбите нас чорненькими, потому что беленькими нас всякий полюбить», то це виглядає, ну, як відвертий шантаж Заходу. Як відвертий шантаж в тому числі США. Мовляв, ви бачите, тут у нас в Україні важко протистояти російській агресії, тому Україна нічого не буде робити для посилення власної обороноздатності, для дотримання стандартів НАТО, тому приймайте нас такими, якими ми є.